Граф Голованевский или герцог Добровеличковский, так он решает вопросы в Кропивницком. Ничего не понимает в своей работе, мол, надо платить за кредит Международного банка. Это все обстоятельства, он будет ходить и нажимать кнопки. Привет, это я Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И на этой неделе это самая дорогая вода в Украине, теперь на Кировоградщине. Грета Тумберг срочно нужна в Кропивницком, кролики едут к Цепику и новый художественный фильм от кропивничан. Вот бывает такое, критикуешь, делаешь замечания, иногда, честно говоря, смеешься над депутатом, а он такой, оп, и начинает работать. Я об Олеге Воронько. То он прославится речью на открытии супермаркета в Александрии, и то признается, что ничего не понимает в своей работе, а потом оказывается, что Воронько дисциплинированный депутат и участвовал практически во всех голосованиях в парламенте. Ай, молодец! Есть такая статистика, которая считает, сколько, когда нардеп голосовал. Если мало, то ему не платят определенные деньги, так сказать, бьют гривны. А вот Воронько, молодец, исправно отрабатывает наши с вами деньги, которые мы ему платим. Это все потому, что донор депстого Воронько по документам был безработным. Теперь не хочет эту работу потерять. Надо ходить и нажимать кнопки? Он будет ходить и нажимать кнопки. На этой неделе Кировоградский интернет был довольно интересным. Вот, например, из него я узнал, что у нас в области во власть идут семьями. На пост главы Добровеличковской райгосадминистрации претендует Владимир Осиевский. Сейчас он сельский глава Данило Балкивского из Селерады. Так вот, в декабре его жена подала декларацию, как кандидатка на пост главы Благовещенской госадминистрации. Вот, а если бы семья была большой или большей, то родственниками можно было бы попытаться получить власть во всех районах области. И Кировоградская область стала бы просто семейным делом. Хотя, кто его знает? А может так и есть? Нужно внимательно осмотреть. Кстати, то, что родственники идут в разные там органы власти, это далеко не новость. Тут в областном центре целые политические династии. Вот и в районах это становится модно. Вот, например, в Голованевском районе должен стать главой райгосадминистрации Руслан Цабенко. Он зять нынешнего главы Голованевской райгосадминистрации. Это же уже не районы на Кировоградщине скоро будут, а свои княжества или там графства, герцогства, которые будут переходить по наследству. Будут у нас граф Голованевский или герцог Добровеличковский. Повторять неплохо. Так, жители Кировоградщины, готовьтесь. Вода у вас будет самой дорогой в Украине. Я так понимаю. Ну, вы же помните, что вода у вас уже поднималась в цене в ноябре и стоила за кубометр чуть больше 30,5 гривен. Тогда типа объясняли повышение, что, мол, надо платить за кредит Международного банка. Но, оказывается, это еще не все. Теперь Кропивницкий, Александрия, Знаменка, Светловодск получат тариф в 37 гривен за кубометр. Это даже дороже, чем в Киеве. Почему, спросите вы. А вот водоканал типа объяснил. И знаете, кто виноват? Вы. Отворяй, собака! А кому это он? Вам. Вы же живете в городе, в котором нет своей воды, и ее тянут аж с Кременчугского водохранилища. Во-вторых, это вас, абонентов, слишком мало, чтобы платить меньше за такой длинный, аж в 120 километров водопровод. Скажите, я манипулирую, мол, кировоградцы тут не виноваты. Это все обстоятельства. Но я, правда, не понимаю, как водоканал берет, например, кредит на реконструкцию старого водопровода. И в результате, после реконструкции, вода дорожает во второй раз и станет самой дорогой в Украине. Ну, отгуляли водохрящие, так отгуляли. Толпами лезли крепивничане в водоемы, толпами вылезали оттуда. И многие тут же решили отметить это событие. Крещенских морозов не было, и народ пил и ел прямо на берегу. Понятное дело, тут же фотографировали и выкладывали это все в интернет. Эти фото запомнились удивительными палатками, такими себе вигвамами из полиэтилена. По ним их и идентифицировали, когда посмотрели, что эти любители оставили после себя. Фотографии запостил у себя Александр Горбунов. Это и понятно. Сенюшник оставили недалеко от его Тихой гавани. Фотографии красноречивые. Причем вот такие пейзажи можно наблюдать не только возле Тихой гавани. Вспомните, и на майске, и осенью это лесопарковое полностью в таких вот пакетах и тому подобное. Да и не только, и по посадкам. Но идиотизм может быть разным. Кто мусорит, а кто и деревья пилит. Я так понимаю, в крапивницком деревьевского вообще просто не будет. Удивительную историю я увидел на фейсбук странице журналистки канала 1плюс1 Лены Шворок. Она в свою очередь перепостила сообщения активистки Надежды Полыводы. Вот по ее сообщению на стоянке возле кафе Панорама, это на улице Островской, фирма Елизавета спилила два дерева без документов на этот спил. Одно из спиленных деревьев это айлан, а второе это самое старое в городе Ива. Вопрос тут первый. Деревья в городе продолжают уничтожать. Второе уничтожать без разрешений. То есть неконтролируемо. Что вы сами надумали и пыляете? Я его садил, я его спилял. Да не важно кто садил. Речь не ждет о том, кто садил его. Я на свою территорию, последний на свою территорию спилял его. Ну и хамство по отношению к специнспектору, это уже визитная карточка города. Ну, скоро будет. По словам Полыводы, прибежавшие на подмогу владельцу стоянки Сереги, типа журналисты дорожного контроля, хамски вели себя к специнспектору. В свою очередь она вызвала полицию. Ну и полиция не помогла. Ребят, в форме владелец просто выставил с территории стоянки. Так что, знаете, есть чувак на Островского один. Так он решает вопросы в Кропивницком. Если там надо деревья спилять, так это Сережа с улицы Островской. Чисто черт. Не, ну нет, на него грет и Тунберг. Данилец и Моисеенко, участники российского Кривого Зеркала и по совместительству кролики, которые не только ценный мех, собираются в Александрию с концертом. Я, честно говоря, не знаю, кто занимается их вояжем и промоушеном, но человек явно попадает в штангу. Во-первых, кролики давно попали на сайт миротворец, как пособники российских захватчиков. Во-вторых, они еще и концерт хотят дать в аккурат перед годовщиной расстрелов на Майдане. Вот, типа сейчас посмеемся на полушишечки перед трагедией. И кто их пригласил в Александрию? Может, сам мэр Александрии Цепюк, который известен своими симпатиями к пророссийской политсиле? Честно, смотрится это ужасно. Поэтому я не удивлюсь, если, как и на Черкащине, например, в Александрии концерт отменят. Так, у нас еще одно событие. На большие экраны вышел новый украинский фильм «Экс». К его созданию приложили руки крапивничане. Ну, во-первых, директор картины – это наш Геннадий Разгон. Во-вторых, в административной менеджерской группе активное участие принял Алексей Чемерис. Да, и еще там крапивничане есть. Я уже был на этом фильме, поэтому могу его посоветовать вам к просмотру. Мы – бойцы Украинской военной организации. Мы пришли сюда, чтобы забрать деньги на потребы Украинской революции. Никто из цивильных не мае постраждать. А давай втекнемо после акции. Мы боремся не за свои интересы, а для отроджения Украинской государства. Проти уряду окупатів. Пришла на вас попередить, что завтра нападать не можно. Что? Сайф, тут ты навіть в дюльку попасть не можешь. Лога, ты не нахривайся, а я уже попал. Снял его хорошо знакомый мне режиссер Сергей Лысенко. При участии, опять же, хороших знакомых Андрея Границы и Максима Десятерека. Пойдите, это хороший отечественный исторический боевик. На этом все. Лайкайте, комментируйте. И помните, все изменяются на краще, кроме отношения к закону и деревьям в Кропивницком. Пока. Лайкайте, комментируйте.